Мой доклад посвящен новому явлению, которое мы открыли случайно. Это взрывного восстановления оксида графита парами гидрозина. На самом деле, когда говорят о графене и о его массовом применении, не только для электроники, но и для компетенционных материалов, и для других нужд, рассматривают способы, как превратить графит оксид, грубо говоря, в аналог графена, хотя это будет графеноподобный материал. Вот этот слайд показывает огромное количество восстанавливающих агентов, которые были исследованы для перевода графита в графен. И как видите, что маленькая часть это вроде как с хорошо установленным механизмом, а другая часть существенно более обширная, там, где механизмы, в общем-то, еще и не помняты. К ним относятся, в частности, гидрозин, который используется очень часто, но, так сказать, все равно окончательно не поздно. Почему гидрозин? Потому что вот на этом слайде, например, показано изменение электропроводности при восстановлении графит оксида гидрозина, вот при 80 градусах, видно, что это очень малые времена и очень высокий рост проводимости, и вот дальнейший отжиг он практически добавляет к этому не так много. Существует огромное количество схем. Ну, я вот выбрал самую простую, которая указывает, какие группы сидят на графит оксайде. Вот, в частности, тут есть и дырки, про которые много теперь говорят, и ароматические участки, и окислительные участки, которые представляют собой края окисленных зон, ну, и периферию. И с точки зрения восстановления используются термические методы, которые, как известно, восстанавливают или, так сказать, приводят к восстановлению беспряженной системы графита наиболее эффективно. Это прогревы до температуры около 1000 градусов, но, как известно, даже они не приводят к полному удалению кислорода с поверхности, ну, или из материала, из графена. Существует огромное число разночтений, которые, так сказать, вроде как каждый, используя свой метод, доказывая, что-таки действительно, вот последовательность удаления кислородосодержащих групп именно такая. А мы решили применить малобюджетный, но физически хорошо ясный способ для того, чтобы вообще попытаться в этом во всем разобраться. Вот предположительный механизм реакции гидрозина с функциональными группами графитоксайда заканчивается вот на, грубо говоря, двух этих реакциях. Ну, если тут не два карбонила, то это образование гидрозона. А все начинается вроде как с эпоксида, и кончается образование вот диэмида и двойной связи. Вот тут схема предоставленная, предположительное восстановление термического. Это и образование из гидроксила карбонила, и дальнейшее, так сказать, выделение СО с замыканием пятичленного цикла, и образование радикалов с выбросом гидроксила, и вот образование, ой, это не то, простите, вот, ну и элементарное декорбоксилирование. Все эти реакции сопровождаются выбросом газов. И на самом деле, мне казалось, что все современные, дорогие методы, которые исследуют восстановленные графитоксайд разными, восстановленные разными способами графитоксайд, имеют дело каждый раз с новым материалом. А мы попытались создать, так сказать, простую бюджетную методику, которая позволяла бы работать с одним материалом и проследить его эволюцию с точки зрения газового деления. Ну и вот в моем докладе будет рассмотрено взрывное восстановление в парах гидрозина, термический взрыв, который имеет непосредственное отношение к этому взрывному разложению, и низкотемпературное восстановление гидрозином в начальной стадии, для того, чтобы понять, а вообще-то, что там происходит, каковы первичные акты. Ну, а методы, они чуть сразу. Значит, это схема экспериментальной установки, вакуумной, суть которой заключается в следующем. Вот здесь делается либо термическая обработка, либо вот в этом реакторе делается химическая обработка. В условиях вакуума вы можете дозировать количество вещества, ну, например, гидрозина. Вот его запася здесь, а потом переморозив сюда. Продукты реакции, либо термолиза, либо химической реакции, поступают через U-образную ловушку, помещенную в швыбке азот, в адсерпционный насос, малый, на основе активированного угля, который сорбирует неконденсируемый при жидком азоте газы. Таких газов, на самом деле, если кто помнит физику, не так много. Это благородные газы, водород, азот, кислород, СО. Ну, условно, можно к этому отнести еще и метан, у которого при жидком азоте небольшой давлений. Поэтому, поскольку в системе не могут появиться ни благородные газы, ни другие газы, которые вообще, так сказать, к этому делу отношения не имеют, то анализ их довольно прост. При снятии жидкого азота вы закрываете этот кран и смотрите, какова кинетика размораживания продуктов, конденсированных на стенках U-образной ловушки. Вот вы видите, вот тут показано, так сказать, несколько примеров. Это СО2. Вот времена немножко зависят от давления. СО с водородом, вот водород проявляется в виде такой маленькой ступенечки, потому что у него время ухода с поверхности, ну, то есть, очень слабая связь с фотоцепционным слоем. Ну и СО. Вот они нормально делятся. Водород имеет очень маленькое время выхода. СО и Н2 имеют приблизительно одинаковое, но их можно разделить, например, пропускаясь над Купрум-Конад, нагретым, где СО превратится в СО2, а азот останется. А вы жидким азотом вымораживаете водород? Да, водород вымораживается на фотоцепционном насосе. Это известно. Да, возможно, да. Вот здесь приведены некоторые, так сказать, примеры применения такой методики. Во-первых, при ступенчатом нагреве мы измеряли, например, выход газообразных продуктов. Вот, так сказать, тут они показаны все. И видно, что СО, вода и СО2 выделяются практически спонтанно, в одном температурном интервале. Что вообще говорит о кооперативном характере процесса разложения, потому что не может, так сказать, быть функциональных групп, которые распадаются настолько синхронно. На основе этих данных получаются интегральные кривые, которые позволяют вам сказать, сколько миллимолей на грамм графитоксайда у вас выделилось. Ну, цвета тут соответствуют предыдущему рисунку. Синенькая вода, оранжевая СО2, зеленая темнее СО, а это СО2. Потому что сера все-таки присутствует обязательно. Дело в том, что эти все, так сказать, отнесения мы подтверждали масс-спектрометрически. Потому что имеем возможность из каждого температурного интервала просто отобрать продукты, отнести на масс-спектрометр, установить, какие пики там есть. Вот СО2, это 64 масса, и она была четко установлена. И, скорее всего, все связано с распадом остаточных серосодержащих. Эта методика позволяет, например, кривую ТГА превратить в информативную кривую, которая содержит изменение веса за счет выделения различных газов. Теперь вернемся к взрыву. Для того, чтобы посмотреть, что же это такое за взрыв, мы вот к этой установочке приделали такую приставку, и работа ее заключается в том, что образец, помещенный в вакуум, закрыт крантиком. Сюда мы напускаем известное давление паров гидрозина, и после этого вскрываем этот кран. И наблюдаем вот такую кривую. Здесь датчик давления с выходом на персональный компьютер. Хороший датчик давления, ханивеловский, очень чувствительный. Вот мы видим, как у нас давление начинает падать за счет перепуска, а потом резко возрастает за счет выделения газообразных продуктов реакции и увеличения температуры. И, как видите, вот это давление, которое при распуске в вакуум должно было быть, ну, по крайней мере, ниже, чем то, которое мы наблюдаем, оно вот уже выше, то есть давление газообразных продуктов довольно высоко. Ну, это рентгенограмма того, что получается в результате грыва. Взрыва вот совершенно беструктурно гало, а исходный графитоксайд, это вот довольно широко стоящий. Вот. Ну, и, в принципе, вот получив этот взрыв, и мы закрыли кран для того, чтобы остаточный гидрозин не реагировал с продуктами реакции, поскольку его вытеснили, и проанализировали эти продукты. Ими оказалось... Ой. Ими оказались... Ими оказались СО2, неожиданно, хотя мы, честно говоря, ожидали только азот и воду. И количество азота явно превышало количество запущенного гидрозина. Поэтому было... Вот здесь написано, что это Н2 и СО. Значит, то, что это не аммиак, который мог бы образоваться, например, в результате термического разложения гидрозина, мы показали просто, приведя эту смесь в контакт с серной кислотой, у нас сконцентрирована, поглотилась вода, а СО2 как было, так и осталось. Вот. Неконденсируемые продукты мы проанализировали. Вот тут нарисована кинетика изменения давления. При пальце, погруженном в жидкий азот, неконденсируемых вод, в результате вот эту кривую суммарную мы разложили на Н2 и СО2, и вот тут вода немножко. Но на самом деле вот эта вода, это небольшой артефакт, потому что наличие смазки в Купрум... Ой, в вакуумной смазке стеклянной установки всегда приводит к образованию небольшого количества воды и СО2. Поэтому, так сказать, вот они, данные немножко скорректированы. В результате получился, значит, обращает на себя внимание то, что количество, самое большое количество выделяется СО, что вообще, говорят, сильно не характерно для графитоксайдов, что говорит, вообще, так сказать, об изменении механизма разложения. А полученный продукт, вот его атомный состав, это 82-83% и около 13% кислорода. Отношение к СО6,5. В принципе, это очень похоже на то, как происходит термический взрыв. Вот сейчас я про него немножко расскажу. Да, и, значит, что позволяет еще эта методика? Мы после взрыва собрали материал, положили в кварцевампулу и провели постотжиг. И видно, что, в принципе, вот температура начала разложения, она где-то около 500 градусов, выделяется, в основном мало СО2 и воды, и очень много СО. То есть, вообще, так сказать, вот, само взрывное восстановление в гидрозине и последующий отжиг в основном дает основную продукцию О. Что говорит о том, что в процессе сильно меняется структура. То есть, вот эта химия, она сильно влияет на выделение основных продуктов. Ну, это вот, так сказать, в гистограмме это все представлено. А окончательный отжиг дает материал с содержанием 98,5% углерода и 1%, то есть, отношение СО порядка 90%. Вот. На самом деле, конечно же, этот процесс имеет прямое отношение к простому термическому взрыву, который наблюдал еще Броуди, когда получил первым свой графитоксайд. Он отмечал, что при нагреве он взрывается, распадается. Но, в принципе, мы никогда не видели, что же это такое, этот взрыв. Все, так сказать, характеризуют только окончательный продукт, а мы попытались, так сказать, понять, а что же происходит. Вот в результате, вот на этом рисунке представлены кинетические кривые взрывных процессов. Вот изменение от вакуума давления, потом в определенный момент оно просто взлетает вверх вертикально. Это здесь развертка очень, ну, достаточно медленная. Здесь развертка была 10 Гц. И вот нас интересовала начальная скорость. То есть, вот эта скорость, которая потом переходит в взрыв. И она вот была померена, и она нам потом понадобится. Она, так сказать, играет важную роль. Продукты, которые выделяются при взрывном разложении графитоксайда, они практически не зависят от температуры. Вот тут три опыта по 400 градусов и 250. При 250 градусах немножечко уменьшается количество СО. А так, в принципе, вот разброс не очень велик. Ну, и скажу вам, что, скорее всего, он связан с тем, что количество, которое мы использовали для взрыва, это миллиграммы, и там на весах мы просто достаточно сильно проверяемся. Вот. Отношение воды к СО2 и СО к СО2 тоже практически колеблется в очень небольших пределах. А это позволяет, ну, а вот здесь, так сказать, взрыв уже снятый с частотой регистрации 50 Гц. То есть вот, ой, господи, вот эта вот одна точка, которая от начального до конечного состояния, тут время до нее 0,02 секунды. Вот. И видно, вот это кинетика газовыделения, вот это, грубо говоря, кинетика изменения содержания в графитоксайде того, что может разложиться, а вот это изменение скорости. Ну, и понятно, что при таких, ну, при таком дискретном уровне мы не можем точно определить, как меняется константа скорости от начала взрыва и в момент взрыва для того, чтобы оценить температуру взрыва. Но, тем не менее, поскольку взрыв сопровождается яркой вспышкой, можно считать, что эта температура порядка 800 градусов. Вот элементный состав, он очень похож на то, что дает гидравимовый взрыв. Ну, и мы попытались, значит, оценить, а что такое термический взрыв. Данные по теплоте реакции экзотермического разложения функциональной группы на графитоксайде, они довольно противоречивы. И вот эта цифра, которая тут приведена, 1,5 кг, она где-то, ну, в общем, самая маленькая, потому что там есть литературные данные, когда это доходит до 8, но я думаю, что им верить очень сложно. А вот эта цифра, она повторяется в нескольких работах. Ну, вот несложный расчет, потому что количество газов позволяет нам пересчитать это все на миллимоль выделяющегося газа, потому что состав газа практически не меняется. Скорость, которую мы померили по росту давления, она дает вот такой результат, что в предвзрыве у нас скорость нарастания температуры 35 градусов в секунду. Вот. Ну, и два слова я еще, можно? Значит, дело в том, что вот тот предположительный механизм, где показано, что образуется двойная связь, диемид, про диемид никто ничего никогда не писал. Потому что диемид исследовался вообще довольно интенсивно, но публикации, их очень мало, и они, в общем-то, не очень чистые, потому что чистый диемид получить нельзя. Его обычно получают среди аммиака, но, тем не менее, химия диемида, в общем-то, более-менее известна. Вот на этом слайде я хочу обратить ваше внимание на то, что, в принципе, вот та схема, которая с диемидом заявлена, она, так сказать, работает. Это-таки действительно правильно, потому что отношение количества выделившейся воды к количеству выделившегося азота является двойкой. Хотя, а это говорит о том, что диемид, который имеет механизм превращения, диспропорционирование с возвратом гидрозина и азота, и диспропорционирование на водород и азот, на самом деле, четко видно, что вторая реакция не имеет в нашем случае никакого места, потому что мы не наблюдаем ни следов азота. А вот этот цикл, диемид, гидрозин и последующий, оно дает точно двойку. Так что, вроде как, можно считать, что кое-какие выводы по поводу механизма можно уже сделать. Но я не стал писать выводы, вам написал заключение, потому что, на самом деле, вот эта методика, она позволяет многое понять просто на физическом уровне. И она, с одной стороны, очень хороша для студентов, которых надо учить не только нажимать кнопки на приборы дорогих, но и понимать, что они делают. Спасибо за внимание.